Меня зовут Дарья, я специалист отдела патентования юридической компании Юрвиста. Наиболее распространенными объектами авторского права в сфере дизайна являются фотографии, проекты, различные чертежи, интерьеры и макеты. Работа над дизайном – творческая деятельность и в соответствии с Гражданским кодексом является объектом авторских прав вне зависимости от этапа его реализации. Если дизайнер в соответствии со своими служебными обязанностями работает в дизайн-компании, то авторские права на разработанный дизайн-проект принадлежат разработчику. Правда, разместить работу в своем портфолио нельзя. Все права принадлежат работодателю по договору авторского заказа, в котором определяется величина авторского вознаграждения. При размещении элементов дизайн-проекта необходимо указывать его владельцам, то есть работодателям. Делать плагиат, использование чужого произведения под своим именем, а именно так будет квалифицироваться копирование чужого дизайна, незаконно. Нередко дизайнер, выполняя пожелания заказчика, становится плагиатором. Так что в таких случаях задача дизайнера состоит в следующем. Он должен не копировать чужой проект, а реализовать собственный замысел, ну либо преобразовать уже имеющийся. Точное повторение незаконно и неэтично. Как защитить авторское право? Ну для начала задокументировать точную дату, период создания дизайн-проекта. Если автор создал проект по служебному заданию, а работа оплачена по трудовому договору, то согласно гражданскому кодексу разработанный дизайн-проект является интеллектуальной собственностью работодателя. Далее, как вариант, достаточным подтверждением даты создания проекта является долговечный носитель, отправленный по любому адресу по почте. Почтовый штамп на запечатанном конверте содержит дату, которая и будет подтверждать период создания интеллектуальной собственности. Легитимным доказательством будет и электронная почта. Далее, регистрация, а именно депонирование авторского права, осуществляется с помощью онлайн-регистрации в уполномоченных органах, например, как Раокопирус. Также можно оформить и патент. Доступным вариантом подтверждения даты создания интеллектуальной собственности является фотосессия. Полученные кадры должны быть созданы и храниться в определенном формате. При настройке параметров снимков необходимо указать личные данные и дату. Ну а если вы решите выкладывать в средства массовой информации документы, то делать это необходимо только с водяными знаками. Меня зовут Дарья, я специалист отдела патентования юридической компании Юрвиста. Если у вас есть вопросы, либо вы хотите защитить ваши авторские права, то мы с радостью вам поможем.